Мумия режиссера Стивена Сомерса, подобно песчаной буре, вызванной верховным жрецом Имхотепом, эпохально промчалась по мировым кинотеатрам в 99-м году, став одним из самых обсуждаемых кинопроектов года. Фильм, который массово смотрели и пересматривали, ведь Мумия в одночасье покорила многих наших зрителей и заняла видное место в домашней киноколлекции. В этом видео вы узнаете о том, как снимали кинокартину Мумия, а также другие интересные факты о замечательном кинохите 90-х. Мумия является вольным ремейком одноименного фильма 1932 года режиссера-постановщика Харла Фройнда. Интересно, что изначально планировали сделать из Мумии мрачный и пугающий фильм ужасов. Для этого рассматривали кандидатуры режиссера-постановщика Уэса Креймена, широко известного вам по серии фильмов Крик, а также Клайва Баркера, известного по постановке и написанию сценария к серии фильмов Восставший из ада. Но впоследствии, когда права на фильм приобрела студия Universal Pictures, от идеи фильма ужасов решили отказаться. Бюджет кинокартины существенно возрос и в проект был приглашен Стивен Соммерс. Именно он является автором основной концепции фильма – снимать в жанре приключенческого экшена с изрядной долей годной иронии. Изначально снимать планировали в Египте, но в итоге основные съемки картины прошли в Марокко. Все дело в том, что предприимчивые дельцы из Египта, узнав о запросе богатых голливудских дядек-продюсеров, выставили им серьезный ценник. В общем, решили вытрясти из американских денежных мешков как можно больше бабла. Однако в Голливуде хоть и заседают небедные граждане, но деньги считать умеют. Они нашли альтернативный, куда более дешевый вариант снимать в Марокко. Там цену не заламывали, обстановка и атмосфера соответствовали и ничем особо не отличались от египетских просторов. Так, по крайней мере, сочли в студии. Основные съемки проходили в Рабате, Маракеше и небольшом городке Эфрут. Именно здесь размещалась часть съемочной группы, в том числе и многоопытный актер, сыгравший Алина Чемберлина Джонатан Хайт. Впоследствии он вспоминал о своем пребывании в провинциальном городке Эфрут. В отеле не работал кондиционер, а днем было очень жарко, тогда как ночью было ощутимо прохладно. Вода в номере была по часам, а организм, еще не привыкший к смене климата и часового пояса, напрочь отказывался воспринимать местную пищу. Мое привыкание к Марокко было суровым и длительным. Впрочем, не только ему тяжело давалось привыкание к африканской действительности. Другим актерам также приходилось непросто. Студии пришлось раскошелиться и отправить в Африку группу американских поваров. В Марокко обязательным условием для съемочной группы была страховка от похищения. Да, именно так. Оформлением страховки для всей съемочной группы занимались менеджеры студии Universal. А Сомерс лично просил их не говорить об этом актерам фильма, чтобы не пугать их и не сеять панику. Далее поговорим о тех звездных актерах, кто мог сыграть в «Мумии». Фаворитом студии на роль Аконнелла был Том Круз. Но в ту пору у Круза был уже подписан контракт и вовсю уже шли съемки фильма Стэнли Кубрика с широко закрытыми глазами. Вторым кандидатом, фаворитом студийных агентов был Брэд Питт. Однако его сценарий фильма не заинтересовал. И тогда агенты Universal предложили эту роль Леонардо Ди Каприо. А вот его роль Аконнелла очень даже заинтересовала. Но Ди Каприо уже дал согласие на участие в кинокартине «Пляж». По злой иронии съемки фильма «Пляж» перенесли на более поздний срок. Ди Каприо таки мог сыграть в «Мумии», но, увы, выбор был сделан ранее. Позже эту роль предложили Крису Адонеллу. Именно у него в последний момент выиграл конкуренцию и был утвержден на роль Брэндон Фрейзер. На роль Эвелин претендовала Вайнона Райдер. Но ввиду поголовной занятости в ту пору Вайнона вынуждена была отказаться от этой роли. Кандидатуру звезды серии фильмов «Крик» Нив Кэмпбелл отклонили в студии. Эшли Джад тогда была занята в другом проекте. Съемки проходили за границей, и она не смогла приехать на пробы. И тогда Джон Хаббард предложил эту роль Мишель Пфайфер. Но и ее кандидатуру отклонил лично Стивен Соммерс. Ему была нужна более молодая актриса. Мишель тогда было 40 лет. Хаббард считал, что паспортные данные не принципиальны. Главное, что актриса выглядит моложе и вполне подходит на эту роль. Но у Соммерса было свое мнение на сей счет, так как в этом образе он видел одну актрису, лучшую, по его мнению, кандидатуру Рэйчел Вайс. Как оказалось впоследствии, именно ей Соммерс первый прислал черновой вариант сценария «Мумии». На роль брата Иви Джонатана претендовал Мэттью Перри. Его кандидатуру предлагал продюсер Дэвид Крейн, который также продюсировал знаменитый сериал «90-х друзья», в котором играл Мэттью. А также в студии рассматривали кандидатуру Дэниела Стерна, хорошо известного вам по фильмам «Один дома» и в продолжении «Один дома, затерянный в Нью-Йорке». Но и его кандидатуру в итоге отклонили. Интересно, что на роль Имхотепа также претендовал Билли Зейн, актер, которого в Голливуде некоторые считают едва ли не двойником и родным братом Арнольда Вослоу. Нет, они не братья и даже не дальние родственники. Но сходство действительно есть, не находите? На роль Анг Сунамун претендовали сразу несколько моделей. Патрисия Веласкес не была фаворитом, среди претенденток даже была уроженка Египта. Но в итоге финального отбора актрис на кастинге в гриме Веласкес была неотразима. И убедила занимавшегося подбором актеров Джона Хаббарда в том, что это она, та самая Анг Сунамун, которую они искали. В пользу уроженки Венесуэлы Веласкес сыграла не только внешность, но и актерский опыт. До «Мумии» она уже успела сыграть в нескольких кинопроектах. Над гримом Анг Сунамун трудилась целая группа специалистов. В течение 14 часов Патрисии наносили нательную краску. Веласкес вспоминала, мои съемочные будни длились 3 дня. И в течение всего этого времени я пребывала на карантине, так как нельзя было смывать нательную краску. Я не купалась и даже не умывалась. Вообще же кастинг у фильма был довольно суровый. Даже на эпизодическую роль в «Мумии» была масса претендентов. Так, роль американца с плохим зрением и с группу, которую в «Хаммунатру» ввел Бенни. Тот самый бедолага, первая жертва имхотепа, это у него он позаимствовал язык и глаза. Так вот, эту роль получил актер Таг Уоткинс, выиграв конкуренцию у 70 других претендентов. Композитором фильма являлся многоопытный Джерри Голдсмит. Уже тогда на его счету было более 200 фильмов, которым он написал музыку, и в подавляющем большинстве это известнейшие кинотворения, снятые под эгидой Голливуда. Сомерс называл Голдсмита лучшим композитором. Да, было бы странно, если бы он не хвалил или ругал композитора из его же команды, но все-таки Сомерс работал и с другими известными композиторами, а музыка у «Мумии» и вправду весьма запоминающаяся и атмосферная. В сцене казни жрецов МХТПа те должны были страстно кричать. Продюсер фильма Шон Дэниел рассказывал, на съемочной площадке стоял дикий крик, было чувство, что я оказался в камере пыток. Но старались актеры тщетно, так как впоследствии эту сцену переозвучили, и крик наложили поверх их крикливых стараний. В этом же эпизоде Вослу пребывал с зажатым языком в специальных щипцах. Причем ему надо было сопротивляться, активно двигаться. Актер с улыбкой вспоминал, одно неверное движение, и я, как и мой герой, остался бы без языка. Но актер-статист работал профессионально, и Вослу сохранил язык. Арнольд провел пять часов в бинтах, в сцене, когда его героя мумифицировали. Вослу сравнил съемку того эпизода с пытками. У него отекли руки и ноги. Сцену в «Хаммунатри» сражения французского легиона с миджаями снимали в пустыне в течение недели. Одет Фер, он же Фехер, вспоминал, съемочная группа за это время натерпелась от беспощадного ветра и песка. Мы же, актеры, игравшие миджаев в этих костюмах, оказались в самом выгодном положении. Их мы не снимали даже в перерывах между съемками. Больше всех досталось Фрейзеру. Актер рассказывал, «По окончании съемочного дня песок был у меня повсюду, в волосах, ушах. Между пальцами меня в шутку тогда называли песочным человеком. Гримерам приходилось туго, ведь они должны были привести меня в порядок для съемок следующего эпизода. Так много, как в съемках того эпизода, в пустыне я не бегал очень давно», — вспоминал Брэндон. Но это далеко не единственная неприятность, постигшая актера на съемках. Так, во время съемок сцены повешения кто-то из съемочной группы перестарался и слишком сильно затянул веревку на шее Фрейзера. Актер, задыхаясь, на какое-то время потерял сознание. К счастью, ему была оказана своевременная помощь. Обошлось без последствий, и эпизод досняли в этот же день. Также Фрейзер дополнил перечень полученных травм, повреждением плеча и колена, финальной сцены битвы с Имхотепом и его прислужниками. Изначально голос за кадром должен был принадлежать некоему приглашенному актеру, который не появлялся в кадре, а лишь читал закадровый текст. Затем Соммерс решил, что этим рассказчиком будет герой в Ослу Имхотеп. Но авторы вовремя опомнились. Как-то не очень логично выглядит то, что древнеегипетский жрец вдруг заговорил на английском. И тогда закадровый рассказ было принято доверить Феру. Амид Джалили, сыгравший в фильме «Хасана», для него эта роль стала актерским дебютом в большом кино. Джалили – известный стендап-комик, который на тот момент проживал в Лондоне и активно выступал на сцене. Там у него была своя собственная школа-студия. Стивен Соммерс поначалу сомневался в его кандидатуре и не особо хотел снимать человека без актерского опыта. Но занимавшийся подбором актеров Хаббард настоял на своем, к тому же Джалили внешне просто-таки идеально попадал в образ Хасана. В итоге выбор Амида всецело оправдал себя. Актер не сразу, но достаточно уверенно вжился в образ и сыграл так, что у Соммерса не осталось и тени сомнений в правильности такого выбора. Сам Джалили рассказывал, он беседовал с продюсером Шоном Дэниелом и тот признался, что для его героя в одном из вариантов сценария была уготована совсем другая участь. Хасан выживал и в финале фильма кричал Аконнелу, угрожая вернуть того в тюрьму и таки повесить. Но в итоге Соммерс избрал для его героя другой финал, куда более печальный. Стивен Соммерс, также написавший сценарий к фильму, являлся поклонником известной кинокартины Форрест Гамп. Он решил снять сцену своеобразную отсылку к Гампу в эпизоде, в котором задействованы Аконнел и Бенни. Кевину Аконнеру, сыгравшему Бенни на съемках, основательно досталось. В совместных сценах с Брэндоном Фрейзером, где тот прихватывает Бенни, Соммерс в начальных эпизодах сомневался, мол, вроде и хорошо, но чего-то не хватает для убедительности. Так Фрейзер, высокий, накачанный, с каждым новым дублем, все сильнее прикладывал бедолагу героя Аконнера. Я тебе помогу! Паром, на котором снова встретились Бенни и Аконнел, снимали в павильоне студии Universal. А вот комичный эпизод с не той стороной реки снимали Близмаракеша поздним вечером. Для съемок памятной сцены в библиотеке понадобился всего-то один дубль, и он оказался удачным. Подготовка к съемкам, расстановка в нужном положении шкафов заняла два дня. А вот эпизод в одном из помещений библиотеки, когда Джонатан напугал Иви, снимали в одном из музеев Рабата. Сцену сложного и опасного пути в Хамунаптур снимали в непростых условиях. Здесь съемочная группа также столкнулась со всеми прелестями марокканской пустыни. Перепады температур и все те же пресловутые песок и ветер. Крупным планом бороздят бескрайние просторы пустыни дублеры. Сцены основного актерского состава фильма на пути к Хамунаптуре снимали Близ и Фруда. Быстрее всех освоил езду верхом на верблюде Джон Ханна, сыгравший брата Иви Джонатана. Правда, это не помешало тому свалиться с верблюдой и получить небольшое повреждение. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Ханна вспоминал о той неприятной ситуации с улыбкой и с иронией заметил, что всему виной сценарий и текст, в котором его герой ругал верблюдов. Никогда не любил верблюдов. Мерзкие твари. Воняют, тусаются, плюются. И, конечно же, страшное проклятие Хамунаптры. Ханна также рассказывал, что, как ему показалось, он быстрее, чем другие актеры, адаптировался к неординарному климату Марокко. Джону настолько понравился сценарий фильма, что он согласился сниматься за минимальный денежный гонорар. Закрывая тему взаимоотношений верблюдов и актеров фильма, трудней всего с верблюдами приходилось Кевину Аконнору. Они абсолютно его не слушались. В съемочной группе даже не требовалась помощь специалистов, так как верблюды напрочь отказывались следовать за Кевином. Для Эрика Аварри, сыгравшего владельца библиотеки Терренса Бея, в одном из вариантов сценария была уготована участь предателя. Он сдавал пришедшему от имени Имхотепа вездесущему Бенни место пребывания Иви и Аконнелла. Но впоследствии Сомерс решил подкорректировать сценарий и судьбу Терренса. Он стал членом древнего тайного сообщества, которое охраняло город мертвых. И по сюжету помогал Аконнеллу и компании. Арнольд Вослу называл съемки в «Мумии» своим самым оригинальным актерским опытом. Он приезжал на студию, где в специально оборудованном помещении одевал костюм, в котором по команде начинал выполнять определенные движения. Арнольд рассказывал, следовала команда и я начинал движение. Ходил в разных направлениях, размахивал и вскидывал руки. После чего следовала команда «Стоп!». И они что-то там фиксировали, записывали, а через какое-то время мы продолжали. И так в течение нескольких дней. В этом костюме я тогда сам себя в шутку называл «рождественской елкой». Также запомнился момент, когда мне надо было широко открывать рот и сидеть так застывший в течение нескольких минут, пока со всех ракурсов меня снимала камера в таком забавном положении. Я чувствовал себя, как на приеме у дантиста», — вспоминал Вослу. Брэндон в финальной сцене сражался со жрецами Имхотепа. Подготовка начиналась на студии с репетиций в присутствии инструктора и статистов, которые изображали жрецов. Сами же съемки проходили в специально оборудованном павильоне, где Имхотеп должен был вернуть в мир живых свою возлюбленную Анг Сунамун. В съемках сцены Брэндон, тщательно отработав каждое движение, сражался и уничтожал воздух. А впоследствии с помощью компьютерной графики жрецы были добавлены в кадр. Интересно, что в других эпизодах фильма вне сцен схватки жрецов Имхотепа играли реальные актеры. Соммерсу очень понравился Кевина Коннор в образе Бенни, которого он характеризовал как превосходного трусливого подлеца с алчными амбициями. Но в итоге Соммерс почему-то не стал изменять судьбу Бенни и оставлять его героев живых. Хотя тогда о продолжении киноленты еще никто не знал, впоследствии, когда был снят второй фильм, Соммерс очень сожалел о том, что не сохранил Бенни жизнь. Режиссер Соммерс в значительной степени изменил сценарий касаемо любовной линии Иви и Аконнелла. Так, из сценария была удалена постельная сцена. Вместо нее был отснят эпизод, в котором подвыпившая Иви в разговоре с Аконнеллом рассказывает, что Египет у нее в крови и грозится поцеловать того. Рэйчел в том эпизоде была кристально трезвой. Соммерс не работает на съемочной площадке с пьяными актерами. Также была упразднена речь Рика Аконнелла, в которой он признавался Эвелин в любви. Режиссер посчитал, что и без того зрителю ясно, что Иви и Рик неравнодушны друг к другу. А объятия и поцелуй он оставил на финал фильма, как в старых добрых сказках. Английская актриса Рэйчел Вайс известна своей тщательной подготовкой к роли. В образ Эвелин сживалась со всей ответственностью. Свою героиню она называла милой и наивной искательницей приключений, победительницей знатоков из Бембриджа. Режиссер не настаивал, но актриса сама приняла решение и отказалась от использования компьютерной графики и пережила, как она сама признавалась, несколько жутких моментов. Крыса в той сцене настоящая. Вайс называла съемки в фильме грандиозным приключением, куда вошли палящее солнце, беспощадные пески пустыни, частые переезды, насыщенные такие разнообразные съемочные будни и вместе с тем интереснейший актерский опыт. Даже спустя годы Рэйчел называла съемки в первой мумии как самые невероятные и запоминающиеся. Съемки фильма суммарно длились 4 месяца, с конца апреля до конца августа 1998 года. Хаммунаптру снимали близ и Фруда, причем все то, что вы видите на поверхности, в том числе и статуи Анубиса, это все плод стараний съемочной группы. Все это строилось специально для съемок мумии. А вот все то, что было скрыто в недрах Хаммунаптры, все эти сцены были сняты на студии. Для этого специально было оборудовано несколько павильонов. Над созданием трудилось 80 человек из съемочной группы фильма. Соммерс рассказывал, что уже на следующий день после премьеры ему позвонил один из боссов студии Universal. И когда режиссер снял трубку, он сразу же сказал ему, «Это было великолепно. Нам обязательно нужен еще один фильм». Продолжение фильм «Мумия. Возвращается» вышел на экран и в 2001 году. Режиссером также был Стивен Соммерс. Брэндон Фрейзер называл своего героя отважным авантюристом с чувством юмора и возможностью выпутываться из самых сложных ситуаций. «Определенно, у меня есть схожие черты с Риком Аконнеллом, поэтому этот персонаж в какой-то степени стал для меня родным». Продюсер «Мумии» Джеймс Джекс рассказывал, на съемках Фрейзер был словно взрослый ребенок, которого захватила эта игра и он уже не может остановиться. Даже после того, как он пострадал и едва не задохнулся, Брэндон без колебаний сразу же согласился на съемки нового дубля. Он больше других актеров проводил времени с инструктором. «Мне кажется, что его настрой и задор вдохновляли других актеров фильма», рассказывал продюсер Джекс. Роль действительно получилась не просто яркой, но и во многом знаковой для карьеры Брэндона. Ведь, несмотря на наличие многих интересных и разнообразных кинообразов, именно Рика Коннелл является самым узнаваемым и горячо почитаемым у многих наших зрителей. Мировая премьера фильма состоялась в апреле 1999 года. Хотя большинство отзывов от критикующей братья были положительными, тем не менее хватало и отрицательных рецензий. Но работа у них такая – критиковать. Как известно, всем ведь не угодишь. Продюсеры подсчитывали прибыль, были очень даже довольны. В мировом прокате картина при бюджете в 80 миллионов долларов собрала 419 миллионов баксов. Плюс к тому, фильм довольно-таки успешно продавался на носителях, а также права на показ массово раскупали телевизионные компании. По миру «Мумия» разошлась громадным тиражом. Кино удалось. Очевидно, что и сейчас, спустя годы, для многих из вас «Мумия» все так же входит в число фильмов-фаворитов. Тех самых киноработ с согревающим эффектом ностальгии, который всегда приятно вспомнить и пересмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова